Привет, меня зовут Виктор Богуцкий, школа программирования и тестирования PASV.us. Отвечаю на вопрос, как можно совмещать обучение на курсе тестирования и работу. Как можно и работать, и учиться на курсе. Есть несколько видов работ, на которых вы работаете в течение дня. На этих работах вы зарабатываете деньги для того, чтобы существовать. Скорее всего, вы там получаете недостаточно, не получается сделать никаких сбережений. Поэтому решили, что получение новой специальности как-то может изменить эту ситуацию. Я не буду сейчас обсуждать, подходит ли вам тестирование или нет. Просто представим себе, что вы приняли осознанное решение получить новую специальность. Для этого выделили не один-два месяца, а для этого вы выделили полгода-восемь месяцев для того, чтобы получить новую специальность и выйти на работу. Вы думаете, каким образом я могу совмещать полный рабочий день либо почти полный рабочий день с обучением на курсе тестирования. Есть несколько видов работ. Есть работы, после которых у вас остается энергия, после которой у вас остаются силы, чтобы учиться. Это работа в офисе, это может быть работа, которая не требует больших физических усилий. То есть это работа, после которой вы не падаете, хотите только поесть, лечь спать, чтобы вас никто не трогал до утра, а потом в 5 утра вы должны вставать и опять ехать куда-то или идти, совершать какие-то тяжелые физические действия. К таким работам относятся стройка, мувинг, доставка, всякая сборка и все то, где вы прилагаете большие физические усилия. Также отдельно я затрону тему водителей траков, потому что это тоже физическая работа, которая забирает весь рабочий день и которая требует большой концентрации. Она забирает много времени и сил. То есть учиться во время ведения трака – это иллюзия, так не получится. Можно слушать музыку и какие-нибудь смешные видео смотреть краем глаза, но учиться навряд ли. Давайте рассмотрим несколько видов работ. Если вы работаете в офисе несколько часов в день, либо вы работаете из дома, выполняете какие-то задачи, то это нормальный и очень хороший способ совмещения работы, на которой вы получаете какие-то деньги, и получения новой специальности на курсе. Учитывайте, что когда вы будете учиться на курсе, это не значит, что вы будете тратить по 30 минут в день дополнительных, 25 минут в день – это будут несколько часов, 3-4 часа времени, которые вам нужно будет посвятить обучению, которые вам нужно будет посвятить просмотру материалов, систематизации их. И иногда с первого раза оно может не получиться. Вам нужно будет несколько раз останавливаться, что-то пересматривать. Поэтому рассчитывать, что вот вы выделили себе 20-30 минут в день помимо занятий, то это наивно, это очень наивно. И обучение и получение новой специальности, оно требует вашего полного вовлечения, оно требует вашей фокусировки. И смотреть уроки, либо просто решать домашки в таком режиме light, когда вы просто сидите, режете картошку, слушаете урок и такие «Ага, да, я все тут понял, и здесь я все понял». Нет, так не получится. Вам нужно будет концентрироваться, вам нужно будет фокусироваться над новым материалом. Для многих это совершенно неизвестные материалы, совершенно неизвестные материалы. Что-то, может быть, вы где-то слышали, может быть, знаете, но мы предполагаем, что люди, которые приходят к нам учиться, это высоко замотивированные люди, кто принял осознанное решение учиться, и те люди, которые могут выделить достаточное количество времени, чтобы посещать занятия, чтобы посещать факультативы, посещать дневные стендапы, также участвовать в собраниях своих мини-групп. То есть это очень много времени. Если вы думаете, что вы можете выделить час-два в неделю, и при этом вы будете находиться на уровне среднем или где-то выше, чуть-чуть ниже среднего, то нет, это наивно. Вам нужно будет очень много времени. Другой вариант. Когда вы работаете на физической работе и тратите на это всю вашу энергию, все ваши силы. Я отлично понимаю, потому что у меня был тоже опыт, к счастью, очень недлительной работы на настройке. Я понимаю, насколько это тяжелая работа, и мне не хотелось ничего делать, кроме как прийти домой, поесть, лечь спать, чтобы меня никто не трогал. А потом уже на следующий день в 6 утра или в 5 утра подъем, и нужно опять ехать. Такое тоже было, я это все прекрасно понимаю. И я ни в коем случае не завидую, и я понимаю вашу мотивацию уйти с физической работы, на которой вы не получаете удовольствия, на которой вы делаете что-то только ради того, чтобы заработать деньги, чтобы их потратить на еду, на аренду и так дальше. Я вас отлично понимаю, что при таком способе существования вы не можете сделать каких-то сбережений и существуете только из месяца в месяц. Есть еще один вариант. Это работа водителем трака, дальнобойщики. Они получают больше, чем строители, они получают больше, чем доставщики, муверы, уберисты и так дальше. Но, опять же, специфика такая, что вынуждены жить и работать в кабине трака, как они сами говорят в этой будке, не очень подходят всем, но при этом сразу же есть какие-то деньги. Если вы работаете на траке и думаете, что вот вы будете там в перерывах на остановках либо утром, либо вечером учиться, то этот вариант не очень рабочий, потому что так многие люди пробовали, не получается. То есть нужно что-то думать другое. Поэтому я сразу вас предостерегаю. Не испытывайте ложных иллюзий насчет того, что можно водить трак и при этом учиться так же эффективно, как все остальные. Да, может быть, первые несколько недель, когда курс разгоняется у вас и получится, быть на каком-то уровне, но потом, когда пойдут уже задания посложнее, посложнее, то там можно очень быстро потеряться. Мы, как школа, мы не хотим давать ложных иллюзий людям, которым их не нужно давать, которые думают, что вот я попробую это все делать. Нет, не надо так делать, уже пробовали. И если у вас есть какой-то вариант, вы можете просто написать в комментарии, я вам отвечу, можно ли, по крайней мере, по опыту наших студентов делать такое совмещение. А какие есть варианты? По крайней мере, те варианты, которые я вижу из ситуации наших студентов. Вы можете работать на физической работе. Если вы записываетесь на курс, то выделите несколько полных дней, либо возьмите себе полдня, на полдня меньше, чтобы вы после своей работы, после своей смены укороченной смогли еще учиться. Я понимаю, что есть ситуация, когда вы единственный кормилец в семье, либо вы просто единственный человек, который, вот, вы одиночка. В этом случае вы либо вынуждены работать все время и не можете уйти со своей работы, и вот находитесь в этом замкнутом круге, вроде бы хотите и получить новую специальность, и, с другой стороны, еще второй половинкой усидеть на своей текущей работе. Как вы знаете по известной поговорке, так не получается. Не получается на двух стульях полноценно сидеть всеми своими ногами. Либо вы уменьшаете свое рабочее время, сохраняя свой заработок. Такое тоже можно сделать. Вы даже можете уйти с одной физической на работу на другую, где вы будете получать больше. Либо просто работаете меньше. Это еще один вариант. Некоторые из наших студентов делают еще хитрее. Супруг или супруга даже, вполне это уже рабочая схема, выходят на работу, при этом позволяя своему мужу или жене учиться на курсе. Обучение не длится один месяц или два. И наивно предполагать, что я вот себе сейчас выделю два месяца или у меня есть сбережения на два месяца, за которые я вот буду жить, учиться и посвящать себя только обучению, получению новой специальности, это очень наивно закладывает такой маленький срок. Если у вас есть сбережения на полгода, на год, то тогда, да, вы можете пробовать идти и учиться. Вы за один месяц, за два месяца обучения либо даже за подготовительные уроки поймете, подходит ли вам эта специальность или нет. Мы сделали несколько вводных курсов. Это JavaScript синтакс бесплатный. Он есть. Ссылка вот где-то вот тут будет теперь или также в описании к этому видео. Мы сделали бесплатный курс по мануальному тестированию. Тоже заходите, посмотрите. Для чего мы это сделали? Это мы сделали для тех людей, которые предполагают, что они смогут учиться, что они смогут освоить эту новую специальность. Они его проходят и сами для себя дают ответ, получается у них это или не получается. Если не получается, то не мучайте себя и не мучайте преподавателей, потому что если у вас нет свободного времени, если у вас нет сил на то, чтобы это делать, и если у вас нет денег на то, чтобы существовать период во время обучения, то вот эти три фактора, они очень решающие. Давайте я еще раз их повторю. Время для того, чтобы это все делать, оно вам обязательно понадобится. Силы, мотивация, так как просто на одной какой-то мечте, что вы когда-то что получите, вы себя как-то не сдвинете с места, а никто, кроме вас, вас двигать не будет. Да, преподаватели помогают, все прочее, мотивационные пинки, но вас никто на руках нести вот так к вашей мечте не будет. И деньги, которые вам нужны не столько на оплату обучения, а на то, чтобы существовать. Посчитайте, сколько вы тратите в месяц, умножьте эту сумму на 6, на 7, на 8 в зависимости от ваших талантов, как вы себя оцениваете. И тогда вы можете понять, подходит ли вам такой формат, сможете ли вы это совмещать. Еще раз повторю, очень наивно предполагать, что выделенный месяц, три недели, две недели, или два месяца будут достаточны для того, чтобы получить новую специальность и выйти на работу. Вы когда себе представляете получение работы, этот процесс состоит из нескольких частей. Первая часть — это само обучение. Наверное, самый для вас будет простой. Потом — это поиск работы и собеседование. Поиск работы и собеседование — это отдельный навык, когда вы себя раскачиваете, когда вы общаетесь с рекрутерами, коммуницируете, отправляете, получаете письма, ходите на собеседование, получаете отказы, торгуетесь и выходите на работу. Потом, может быть, увольняетесь, ищите другую работу. Но этот процесс, если вы его запустите, то будете в нем находиться постоянно. Возвращаясь обратно к вопросу о совмещении. Подумайте и посмотрите на то, что вы можете сделать сейчас. Если вы видите, что вы полностью заняты чем-то, либо вы увольняетесь, идете на другую работу, при которой у вас остается достаточно времени, чтобы заниматься, чтобы ходить на занятия, на факультативы, на стендапы, участвовать в проекте, участвовать в коммуникации. Это будет занимать 3-4 часа. Вы можете, конечно, тратить и весь доступный вам лимит времени, весь день, но в среднем нужно около 3-3 часов в день, чтобы заниматься. Мы сделали обновление в нашем курсе и разбили его на модули, при которых можно учиться дольше, вот сам промежуток обучения может быть дольше, но в течение дня вы можете тратить меньше времени. То есть вы можете тратить в течение дня около 2 часов и при этом просто растянуть свое обучение на несколько месяцев дольше. Если вам это интересно, тоже оставьте заявку, мы вам вышли на презентацию, каким образом это можно сделать. Вкратце, это примерно тот же самый подход, который используется в колледжах, когда есть разные классы и вы посещаете те классы, которые можете осилить. Вы можете взять все классы сразу, но таких суперменов у нас еще пока нет, либо вы можете взять последовательно, либо совмещая некоторые возможные программы. Мы их называем модули. Краткий итог. Если вы приняли решение, если вы приняли осознанное решение, учиться на тестировщика, то записывайтесь, мы вам поможем в этом процессе. Если вы не уверены и думаете, смогу ли я, получится ли у меня, есть ли у меня какие-то там таланты и так дальше, таланты это вообще не нужно, главное упорство, вы можете в этом случае записаться на подготовительные курсы. Они ведутся либо в бесплатном формате, где вы учите их самостоятельно, это JavaScript, синтакс и QAMenual, либо вы можете записаться на эти же курсы, но с преподавателем. Мы их продаем очень недорого, 99 долларов за 199 долларов, и вы работаете с преподавателем, который вас контролирует, который вас загружает и помогает вам в течение вашего обучения не сбиться с пути, который вас направляет, дает вам советы и может посмотреть, что вы сделали, также что-то может даже еще порекомендовать. Это все, так что принимайте решения, думайте, записывайтесь к нам на обучение. Буду рад вас видеть на подготовительных уроках, на подготовительных курсах и уже на основном профессиональном курсе подготовки QA Automation на двух языках JavaScript и Java. Курс длится от 6 месяцев до 14 месяцев в зависимости от того, как вы выберете и разобьете свою учебную программу. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok